В небольшом кубанском дворике и хата стоит, и куры яйца несут. Здесь, в своем уголке краевидения, ученики 44-й гимназии изучают казачий быт, неотъемлемой частью которого всегда была и русская печка. Правда, до сегодняшнего дня ребята видели лишь ее макет. Теперь же матушка и кормилица, как печь называли в старину, не просто будет украшать двор самой гимназии, но и печь для ребят пироги. Дети могут прикоснуться своими собственными руками, увидеть собственными глазами. Это замечательно. Патриотическое воспитание – это огромная, наверное, основная часть воспитательной работы в Краснодарском крае, в городе Сочи, в России. Мы сильны нашими традициями. Сегодня ребята вспомнили, как Емеля на печи катался и как Илья Муромец пролежал на ней 30 лет и 3 года. Главная героиня русских сказок Баба Яга также любила печку и все время пыталась кого-то в ней поджарить. Теперь школьники узнают истинное назначение русской печи, уверяют педагоги. Это такая радость, это действительно такое тепло, в которое вокруг сразу собираются люди. И мы расположили ее так, чтобы класс мог сидеть и провести там мастер-класс, и замесить тесто, и чтобы его можно было поставить в печь и наблюдать за всем процессом. Сейчас мы изучаем с детьми разные рецепты приготовления хлеба. Вот сегодня уже по двум рецептам. Старым, древним мы пихем хлеб. Это традиция русская такая, исконно русская. И мы в этой культуре, конечно, стараемся наших детей воспитывать, окружать их этим. Суть выражения «погреть косточки на печи» не понаслышке знает Алексей Николаевич Николаев. Всю свою молодость ветеран Великой Отечественной испытывал на себе целебные свойства печной лежанки. Особенно в зимнее время заходишь в дом, в сельский дом, где стоит русская печь. Как будто приехал куда-то на юг. Печь помогает жить. Конструкция русской печи многофункционально складывал ее настоящий мастер печных дел. В ней можно и кашу варить, и пирожки жарить. Первую выпечку, разумеется, отведали школьники. К слову, сегодняшний праздник прошел по благословению священнослужителя. Да и саму печь батюшка тоже осветил. Этот ритуал отмечают в гимназии также неотъемлемая часть жизни кубанских казаков. Но на этом создание кубанского подворья не заканчивается. К сентябрю во дворе 44-й гимназии разобьют огород, построят теплицу. А чтобы подворье превратилось в небольшое кубанское село, в скором времени здесь возведут и небольшую часовню. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.